Здарова! Ты на канале магазина мотоэкипировки Мотостайлз, меня зовут Сергей и сегодня мы рассмотрим пары джинс от компании Секи. Одна называется Якудза, вторая называется Бэдленс. Кстати, есть такая группа, где-то 90-х годов, но мы здесь не о музыке, мы здесь за хорошим обзорчиком, так что присаживайся поудобнее, мы начинаем. Не просто так мы решили тебя познакомить с этими двумя моделями, так как в них используется новейший и крутейший материал, называется он Армалит. Наверняка ты уже слышал про кевлар и его способности. Он считается одним из самых популярных. Все производители, создавая мотоэкип, пришивают кевларовые панели на места, которые наиболее часто контактируют с асфальтом. Кевлар сам по себе хороший и прочный материал. Ты можешь посмотреть сотни роликов на ютюбе, где ребята, начиная от винтовок, испытывают его и заканчивают своей пятой точкой. Но также есть и минусы у этого материала. Это отсутствие обдува вообще. Ну не вообще, может быть практически. Не мне рассказывать вам, какая жара стоит летом, особенно в городских условиях. Мы не берем в учет трассу. Мы едем по городу и нам очень жарко, мы ищем легкое дуновение ветра, а его нету. Поэтому кевлар, он очень жесткий и очень плотный материал. И второе, то что нельзя стирать кевлар. На самом деле его можно стирать, его можно мочить. Стирать его нужно при температуре 30 градусов. Но он теряет свои защитные свойства, пока он мокрый. Волокна расходятся, то есть они разбухают. Структура материала расходится, потом волокна ссыхаются. И структура обратно, она не сходится до конца. Так что в любом случае кевлар уже теряет какой-то процент от своих защитных свойств. Также кевлар не любит ультрафиолет. Я не знаю, чем ему не угодило солнышко, которого мы ждем целую зиму. Ну, вообще-то, да и хрен с ним, то что он не любит, потому что мы здесь не за кевларом, мы здесь за армолитом. Технология заключается в том, что армированная нить встроена уже в ткань. Они используются как дополнительная панель при создании джинс. Армолит устойчив к царапинам. Примерно в 5 раз армолит прочнее, чем кевлар. В 2,5 раза армолит крепче кевлара именно на разрыв. Есть еще одна главная особенность, он легче кевлара, где-то процентов на 40. А значит, обдув будет гарантирован. Он 100% будет лучше и поездки будут гораздо комфортнее. Также армолит можно постирать в 30 градусов, в машинку, пожалуйста. Впрочем, есть инструкция, всегда читается инструкция у производителей, потому что они не соврут. Если нужно стирать при 30 градусах, значит так и нужно делать. Так, получилась какая-то экскурсия по швейной фабрике. Это не дело. Мы здесь за обзором новых джинс с новым материалом Армолитом. И давай мы к нему уже наконец-таки приступим. Вообще, мотоджинсы Badlands и Yakuda ничем друг от друга не отличаются, кроме одной особенности. Внизу этих джинс у одной модели классический вид, а вторые сделаны с резинкой в виде джокеров. И раз уж мы остановились внизу, давай заострим свое внимание вот на этих вот хреновинах. Кстати говоря, у них есть свое название. Готов? Штрипка. Да-да, это штрипка. Так что ставь лайкос, если я в твой гардероб принес новое, ненужное, бесполезное слово. Если тебе не нужна такая резинка, ты можешь ее просто отрезать, но в некоторых случаях она может быть вполне себе удобной. Джинсы имеют пять карманов. Два кармана сверху. Есть бесполезный карман. Где он? Бесполезный карман под зажигалку Zippo, которую просто пихают для красоты, как я думаю. Там два боковых кармана. Ну, не такие уж глубокие. И есть еще один карман вот тут вот на замке. Он уже будет поглубже. Также есть два кармана сзади. Они также на липучке. Есть гармошка на талии. Очень удобная и нужная вещь. Как ты видишь, кевларовых панелей мы не видим на джинсах. А здесь есть вот такой вот материал. Но это просто крепление карманов, в которые укладываются вот такие вот соты. Соты эти расположены на коленях. Их можно отрегулировать по высоте. Также они есть в комплекте в бедрах. И давай не забывать, что вот такие соты это защита первого уровня. Если ты хочешь защиту получше, то можешь приобрести ее отдельно. А так эти соты скрывают громоздкость всей защиты и выглядят более аккуратно. Но это первый уровень. Сзади джинсы также не имеют кевлара, потому что у них армалит уже встроен в структуру этого материала. И как ты видишь, здесь отсутствует защита копчика. Но ты не переживай, потому что этот карман особо не популярен. Самое главное, что ты можешь выбрать материал при покупке. А я сейчас не ошибаюсь. То есть ты можешь купить джинсы якудза с армалитом. И также ты можешь их купить с денимой. Они будут чуть-чуть отличаться в цене. Короче, оставляю все ссылки на сайт. Туда перейдешь. Там все посмотришь. Ничего не перепутываешь. Каждая модель подписана армалитом либо денимой. Описание будет этот ролик. И описание к товару. Буду рад, если тебе понравилось видео. И ты его отметишь вот таким вот жирным лайчинским. Спасибо тебе большое за просмотр. Я тебе в описании оставляю ссылки на весь товар. Оставляю ссылку на нашу страницу в ВК. Можешь туда перейти, подписаться и следить за нашими новостишками. Но! А я пойду для тебя делать новый ролик.